Ну что ж, доброе утро! И у нас шикарные гости. Посмотрите, у нас в гостях Мисс Красноярский край 2020. Как же я хотела бы побывать на вашем месте. Доброе утро! Могла бы ты побывать на ее месте ровно неделю назад, когда, собственно, случился финал. Я с удовольствием представляю Алена Раева, организатор конкурса Миссис Красноярский край. Кристина Третьякова, Миссис Красноярский край 2020. Алена, Кристина, Марина, что вы делаете? Больно, просто больно смотреть. Я ослеплен вашей красотой, но давайте перейдем непосредственно к конкурсу. Расскажите немного, да? Было сложно победить? Было 50 девушек, я знаю, да? Я думаю, что у меня был такой запоминающийся номер, что мне удалось. Победа была в моих руках. У меня был танец со змеей под песню из фильма «От заката до рассвета». Питон был живой, 15-килограммовый, 3,5-метровый, поэтому произвел впечатление. Но, Кристина, при всех сопутствующих факторах, и мне кажется, это был убийственный аргумент для жюри, которое просто не могло устоять. Алена, можно о двух словах о самом конкурсе, об его, так сказать, миссии, диалоге, но и о том, как все это проходило? Ну, это не обычный конкурс красоты, это конкурс категории «Миссис». Здесь девушки замужние, девушки с детьми. У Кристины два помощника, это маленькая дочка и сын. Я думаю, что их поддержка чувствовалась и со сцены. Они сидели как раз за жюри, их слышно было. Скажите, а по каким критериям проходил конкурс оценки? Жюри по каким критериям давали? Вообще, было три выхода. Это выход «Визитка», где участницы должны были презентовать себя, рассказать о себе, чем занимаются, чем увлекаются, их девиз по жизни, в общем, все, что они считают нужным. Второй, это как раз творческий выход, на котором Кристина всех покорила, как раз выход с змеей. Наверное, ее стойкость больше и мужество, с каким взглядом спокойным она вышла на сцену с этим зверем. Могу сказать, у питона был неспокойный взгляд. Прямо скажем, плотоядно он подсматривал на Кристину. Могу его понять, конечно. Это вот фрагменты как раз награждения. Кристина, расскажи, как ты вообще услышала свою фамилию, имя? Если честно, когда выбрали первую вице-мица, я думала, ну, 50 девушек. Почему-то я подумала, что первой буду не я и не ждала. Но когда я услышала свое имя, у меня эмоции были, как будто бы я выиграла миссис-вселенная. Это было невероятно. До сих пор я пересматриваю видео, смотрю фото и все это снова эмоции. Кристина, я представляю, какая серьезная подготовка к этому конкурсу вас ожидала. Как можно совместить двоих детей, семью, еще и, собственно говоря, вот эти все репетиции постоянные, да, и подготовки. Ну, слава богу, спасибо моей маме, что она помогала, без нее бы я никуда. Выходные у нас были репетиции, поэтому, в принципе, это не мешало. А дети чаще всего были со мной на репетициях. Это у нас тоже не возбраняется, поэтому это прям огромный плюс. Кристина, я немножко имел отношение к конкурсу, у меня была возможность немножко поизучить ваше досье. И, ну что, вы успешный человек, вы успешная женщина, мама прекрасная. Вам это зачем, вся вот эта история? Знаете, для новых знакомств, для эмоций. Два года назад я участвовала в Королеве Сибири, также от этого агентства модельного. Мне просто очень понравилось, что со столькими девушками я познакомилась. Эти ощущения, приятные знакомства, до сих пор общаемся. И я решила еще расширить круг своего общения. Понятно. Но, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. И, я так понимаю, вы не собираетесь останавливаться на этом. Решили шагать дальше. И нам интересны ваши ближайшие планы именно в этой модельной истории. Ну, вообще, я хотела просто хотя бы войти в тройку. Мне хотелось показать своим детям, что вот какая у них красивая мама. Но раз я стала победительницей, дальше я еду в Тайвань представлять наш регион. Там будут девушки из более чем 40 стран. Это очень престижный, хороший считается конкурс. Миссис Леди Бриллиант Мира. Поэтому, надеюсь, там тоже наш регион не подведу. Алена, ну, насколько вот Кристина, во-первых, готова к зарубежному уровню, ну и каковы ее шансы? Я, в общем-то, уверен, что самые красивые женщины в России. Для меня это факт, который я никогда не подвергаю сомнению. Но там, в Тайване, кто прибудет? Кто, значит, нашей Кристине будет составлять конкуренцию? Ну, девушки из 40 стран. Это абсолютно разные. Это и Америка, и Африка, и Австралия, и Азия, и Европа. То есть, это совсем уже другой новый уровень. Я думаю, что Кристине понравится. Но мы будем ее, конечно, готовить. Нужно уже национальный костюм готовить. Национальный обязательно. Национальный, да. Но мы хотим его сделать именно сибирским. Не просто российский, да, кокошник. Хотим сделать, чтобы у него нотки Сибири все-таки были, так она представляет Сибирь на этом конкурсе. И у нас, в принципе, есть еще больше, чем полгода. Поэтому подготовимся. Собственно, я вот смотрю сама, я ценитель женской красоты. И вот глаза мои не устают. Вот у Слада для глаз сейчас происходит. А мои уже устали, потому что... Нет, наверное, Алена тоже участвовала где-то, да, в каких-то конкурсах. Я вот смотрю на девчонок, да. Это просто... Слов нет. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Уверен, у вас стопроцентные шансы. За Америку можете не переживать. Вот прям не та история. Ну и, конечно, ждем в гости снова. С новой короной. С новой победой и с новым статусом. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Алена Раева. Кристина Третьякова. Собственно, наша надежда на конкурсе «Бриллианты леди». Леди бриллиант. Спасибо.